Родился, женился, крестился. В этих бумагах заключены жизни обитателей Алтайского горного округа, Алтайской губернии, Алтайского края. Метрические книги разных столетий могут рассказать историю жизни ваших предков. Например, архивариус Елена Маскаль отследила свою родню до 13-го колена. Но чтобы не утонуть в объеме казенных документов, нужно быть подготовленным к погружению. Когда человек приходит неподготовленный и начинает составлять родословную, то он очень сильно теряется, он не может сфокусироваться. Мы предоставляем сведения о каких-то людях, говорим какие-то фамилии, какие-то события в жизни. И человек не может понять, его это родственник или нет. Потому что очень сложно вот так сходу, погрузившись в огромный объем информации, документов, определить, идет речь о ваших родственниках или нет. Чтобы найти своих, нужно знать ответы на три вопроса. Как зовут? Какое событие произошло? И где? С моими родственниками не все так просто, как казалось бы. Они на самом деле были сосланы сюда с Украины во время Великой Отечественной войны по национальному признаку. Они немцы. То есть здесь о них информация не должна храниться. Эта информация хранится в ГУВД. Но если их обвиняли по 58-й политической статье Советского уголовного кодекса, то здесь я тоже могу найти о них какую-то информацию. Здесь не нашли, придется делать запрос в ГУВД. А искать в архиве становится все удобнее. Документы постепенно оцифровывают. Причем вечную электронную жизнь дарят только тем бумагам, которые востребованы. А те, что не запрашивают, так и остаются только на полках. Около тысячи дел в год переходят в цифру. Пока работать с ними можно исключительно в читальном зале архива. Но скоро выход в мировую сеть. Завершается опытная эксплуатация портала архива Алтайского края. Внедрение мы ожидаем для открытого доступа пользователей. Где-то в апреле, возможно в мае. Там будет решена задача предоставления удаленного доступа. Электронных образов документов. Но это будет платная услуга. А пока знайте, к походу в архив нужно подготовиться. Случайному прохожему прикоснуться к документам лет минувших не позволят. Нужно написать заявление на имя директора, заполнить анкету, прийти с паспортом. А посмотреть документы о подданных Российской империи можно только по предварительной записи. Конечно, из-за короны. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком.